Каждый год из Молдовы уезжают за границу тысячи наших соотечественников. Кто-то покидает родину в поисках лучшего заработка, кто-то едет на учебу. Наша сегодняшняя героиня уехала из Молдовы ради любимого человека. Знакомьтесь, Енина Казари, журналист, искусствовед, автор блога об искусстве. Молдаванка Енина Казари переехала во второй по значимости бельгийский город Антверпен 16 лет назад. Бельгия – родина мужа Янины, ради которого ей пришлось начать жизнь с чистого листа. Человек в эмиграции обнуляется, и нужно все начинать сначала, если только ты не приехал по контракту работать. Даже если ты по контракту приехал работать, то все нужно начинать сначала. У тебя уже есть работа, да. А в принципе, любая эмиграция – это твое обнуление. До своего переезда Янина много лет проработала репортером на нескольких молдавских телеканалах. Прошла стажировку в США, преподавала в высшей школе журналистики. На родине ее рабочий график был расписан по часам. Однако эмиграция, по словам Янины, заставила ее пересмотреть приоритеты. Поскольку мне было 36 лет, когда я сюда приехала, то самое главное мое занятие и цель – это выполнить свою женскую функцию и родить ребенка. Поэтому первое время, во-первых, я отдыхала, я наслаждалась этой страной, я ходила по музеям, я ходила в концерты. И для меня самая главная первая задача была родить ребенка, родить наследника, своему мужу. Долго находиться в роли домохозяйки Янина не смогла. Когда ее сыну Ивану исполнился год, журналистка вернулась к работе. Начать с нуля карьеру в чужой стране было страшно, но интересно. Купив камеру, Янина начала самостоятельно снимать репортажи. Семь лет она была аккредитована в Европейском парламенте, Европейском совете и Европейской комиссии в качестве специального корреспондента одного из молдавских телеканалов. А затем решила вернуться к истокам и сегодня работает исключительно в сфере культуры и только на себя. Я делаю сейчас репортажи культуры Брюсселя и Антверпена. Но это и Брюги, это иногда я в Волонию в Льеш езжу, которые от меня далеко, но иногда там бывают очень интересные мероприятия, какие-то культурные. И вот я тоже их освещаю. У меня свой сайт Казареприас.ком. Пожалуйста, заходите на мой сайт, смотрите мои репортажи. Начитанная и одетая со вкусом Янина об искусстве может говорить часами. Даже место для интервью она выбрала не просто так. Мы с вами находимся в галерее Патинуар-Рояль. Это самая крупная галерея в Брюсселе, которая, вы понимаете, по первому слову, это был когда-то Людовый каток сто лет назад. Она была построена в стиле арт-деко. Завтра здесь пройдет аукцион пьяса. И вот две недели мебель этого аукциона, которая завтра будет продаваться, две недели она демонстрируется в этой галереи. За много лет жизни в Бельгии наша соотечественница, похоже, окончательно разгадала секрет успеха страны, жители которой вот уже несколько лет подряд входят в тройку самых счастливых среди стран Европейского Союза, по данным Евростата. Бельгия – это страна, которая находится на стыке двух цивилизаций. И это потрясающе интересно. И я это очень люблю. И я очень люблю в бельгийцах то, что они впитали из этих двух цивилизаций. Они впитали, я бы сказала, лучшее, потому что, с одной стороны, они очень работоспособны, с другой стороны, они умеют наслаждаться жизнью, искусством, культурой. И мне это очень нравится. Вдали от родины Янина старается не забывать о своих корнях и приобщает домочадцев к молдавской культуре, в том числе традиционной кухне. По кухне, безусловно, я скучаю. Есть такой писатель Александр Геннис, он говорит, что, он 40 лет живет в Америке, он говорит, что кулинарная ностальгия самая сильная. Я, в принципе, дома готовлю и мамалыгу готовлю, и какие-то блюда, которые я любила в Молдове. Я не могу сказать, что мои мальчики очень это едят, но для себя я готова. Что касается искусства, то и здесь Янина предана исключительно молдавским авторам. У меня в моей квартире в Антверпене, у меня исключительно картины молдавских художников, о которых я какие-то делала репортажи в Молдове, некоторые мне дарили свои картины, некоторые картины я покупала. У меня есть Юрий Платон, очень известный молдавский художник, дома у меня Василия Батнару, журналиста, есть его работа, его графика, которая у меня висит в салоне. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что я коллекционирую молдавских художников. В ближайшее время Янина планирует поездку в свой родной Кишинев вместе с семьей, а еще не исключает, что может вернуться на родину, но при одном условии. Мой сын в 18 лет поступит в университет, уедет в другой город, я вполне могу поехать поработать и в Молдове. Поэтому я бы совершенно не против. Просто вот пока я нужна своему сыну.